Мы продолжаем настройку энергетической системы человека с помощью лучей творения. И сегодня мы взаимодействуем с лучом РИБА-2. Этот луч золотисто-белого цвета, очень эффективный, аккуратный в работе. Место его дислокации солнечное сплетение, и он непосредственно связан с чакрой Манипура. Луч входит в организм наискосок, слева направо, и идет через плечо в солнечное сплетение. Он тягучий, как плазма, и постепенно заполняет огненной субстанцией, которая ничего не сжигает, все пространство в нормируемых структурах организма, заполняет все органы и ткани. Огненная субстанция, как вифлеемский огонь. Она преобразует негативную информацию в позитивную. Свет плазмы проникает в каждую клеточку, в сосуды и капилляры. Клеточные органеллы рибосомы начинают светиться золотым светом, и этот свет распространяется на другие внутриклеточные органеллы и цитоплазмы. Активизируется синтез белка. Повышается обмен веществ. Возникают новые клетки. В работе луча принимают наиболее активное участие планетарные сферы. Луна, Венера, Меркурий, Марс и Сатурн. Когда происходила их совместная планетарная работа, то пять лучей сформировались в виде звезды и тут же исчезли. Затем появился цветок с одним лепестком и тоже исчез. Луч пошел и как будто создал течение реки. И взгляд с ним, с этим течением, слился. Луч вошел в солнечное сплетение и стал оранжево-красным. Появилась связь с Марсом. Образовался кристалл гранатового цвета и заполнил все тело, кроме головы. Потом пришел луч с Венеры, и в нем был цветок, и он заполнил голову. Следующий луч был с Луны, цвета аквамарин, и в нем было множество цветов. Наконец, луч Сатурна. Среднее между селенидом и бриллиантом, и он постоянно менялся. Луч внедрился в голову и вызвал вибрации новой чистоты. И это сотрясение обблакло все тело и через встряску клеток вызвало полнейшее очищение. Тело заполнилось светом золотистым, и на астральном плане начал прямо на глазах расти кристалл. Его нужно перенести в сад вашей души, чтобы он вызвал ветер духа, который прогонит тучи и небеса жизни сделает светлыми. Планеты легко вращаются вокруг Земли и порождают много цветов, и они заставляют расцвести человека и каждую его клеточку. Процесс идет очень быстро. И там, где была деструкция, планеты поворачивались, выстреливали лучиками, и все быстро преображалось. Появлялось ощущение свежести и даже прохлады. От работы лучей все тело человека становится плазменным. Оно обретает огненное тело, как переходное к Бога человечности. Процесс идет очень активно. Образуется световой кристалл на фоне несветовом. Крест – символ взаимослужения, роста в духе. Появляется в кристалл, и все очень быстро нормируется. Связи, взаимосвязи, перспективы. От каждой планеты пришел луч, и стал формироваться световой цветок, и к каждому лепестку идет энергия. Поток усиливается, и цветок в кристалле распускается. Субтитры создавал DimaTorzok